Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Анжелика. Хочу вам показать одну куклу, еще очередную, которую мне заказали. Я ее выполнила. Прежде чем показать ее, расскажу, из какой пряжи я ее выполнила. Это Yarn Arn Baby, 100% акрил, номер 502, кому нужно будет этот цвет. В этот раз я вязала куклу, получилось, что 100% акрил. Для волос я выбрала вот такой оттенок, то есть туловище из светлого. Волосы основной цвет вот такой, номер 7203. И для разнообразия, это у нас тоже Yarn Art Baby. И номер 622. И самый яркий, потому что не было из этой фирмы, я вот выбрала детскую новинку, тоже 100% акрил. Здесь номер, здесь номер не знаю, вот номер у нас 351, светлый коралл, хотя он настолько насыщенный, это просто бомба. Вязала я крючком, два с половиной. И сейчас покажу куклу. Вот так выглядит моя очередная куколка, которая выполнена на заказ. Вот таким вот образом. Ножки, все туловище у меня идет светлое. Этот акрил по сравнению с той пряжей, которую я вязала, там был акрил, по-моему, и шерсть. Немножечко мягкая, она идет у меня без каркаса. Вот такое вот личико. Глазки. Губы в этот раз я решила выполнить вот таким образом, вот таким стежком. Поближе покажу. Румяна, глазки и реснички. Очки, как обычно. Так вот, не надо. Ушки я в этот раз ничего не планировала сделать, но у меня времени мало осталось. Скоро день рождения у девочки. Бабушка спрашивает, куколка готова или нет. Вот я оставила все основные свои процессы и принялась выполнять, потому что сроки поджимают. Платьица из остаточков, там была у меня пряжа, по-моему, кавказская, стопроцентный акрил, такой вот рыжий бантик. Здесь я выполнила платьишко на пуговке, здесь ручная работа, лейбочка такая и волосы вот такого плана. То есть я завязала, уже распускать не буду, потому что сделаю пару фотографий, волосы все вперемешку, яркие и те желтоватые, которые показывала. Вот такого плана кукла. Она имеет 33 сантиметра в полный рост. Вот так вот выполнена моя куколка. Фотографии в инстаграме выставлю, полный рост. Она без каркаса, поэтому она мягкая, так как пряжа акрилой помягче, чем другая пряжа была, я решила, что я сделала без каркаса. Вот такая вот кукла, принцесса, мягкая, мягкая игрушка. По-настоящему мягкая, мягкая для того, чтобы ее можно было не сгибать. Так в этот раз я захотела. Мне понравилось вязать из этого акрила, я как начала делать все туловища, мне сразу понравилось само качество и на ощупь очень приятное. Поэтому мне захотелось связать еще игрушки йо-йо. У меня все в планах, я не знаю, когда это у меня будет, потому что очень много проектов. Не знаю, какой первый, на первый план выставить. Поэтому вот такая куколка. Мастер-классы у меня там есть по этой кукле. Естественно, сразу скажу, что каждая пряжа, она по-своему. Петельки здесь, например, 10, по 10 петелек. В той кукле было по 11, потому что толщина пряжи, она зависит все-таки действительно. Каждая кукла получается индивидуальная. Я хочу сказать, что вроде бы ты сделаешь такую же куклу, но она будет одна-единственная, потому что другая, она не будет повторяться. Там будет либо количество петель другое, либо это прямо вот такая воздушная. Получилось очень быстро, легко. Я даже иногда думаю, что вот какой человек легкий, настолько быстро получается, как бы, само изделие, если для него заказывают. Все. На этом с вами прощаюсь. До следующих видео. Смотрите другие мои видео, которые будут в последствии. Я буду выставлять, обязательно будет что-то интересное. Всем до новых встреч!